Медийщик Ректора Казанского федерального университета И на то время это было довольно нестандартное решение На вузовском пространстве нет такого больше профессионального телеканала Который бы вещал как в эфире, в кабеле, так и в интернете К тому же в пакетах ОТТ-провайдеров по всему миру, у которого есть подписчики И хотел бы сказать, что мы были первыми в республике, кто вышел в формате Full HD, начали вещать И, кстати, это тоже было не случайно, потому что ректор настаивал на том, чтобы было построено телевидение университетское На современной технологической основе был построен телеканал Ежедневно, не отрываясь от учебы, студенты получают опыт создания телевизионных программ и их трансляции Многие из них особенно полюбились зрителям Например, проект «Громкие рыбы» продолжает привлекать внимание молодежи Мы снимаем юмористические скетчи, всякие погоди, музыкальные смешные клипы Ну и в том числе привлекаем студентов Казахского университета В целом у нас талантливые студенты, талантливые молодежи Да мы сами молодежи, что такое вообще? Мы сами молодежи Но не только юмористические музыкальные ролики полюбились зрителям Еще бы, например, научно-образовательная программа «Акцент» с доктором политических наук Юрием Алаевым Который с пристрастием анализирует научные, общественно важные и сенсационные темы Не только с представителями университета, но и громкими медийными личностями, чьи имена известны на всю страну Конечно, было очень любопытно поговорить с коллегами по цеху С такими, например, как Алексей Алексеевич Венедиктов или Венник, как его зовут В наших журналистских кругах Когда он был здесь, мы с ним, с Анатолием Максимовым, я считаю, был достаточно содержательный, интересный эфир Также свою программу ведет и директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета В программе «Смотрите сами» Леонид Толчинский рассматривает и анализирует обзоры самых последних новостей страны и мира Более того, в этом году шоу-рум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации буквально засверкал созвездием медиаперсон Студенты не упускают уникальной возможности посетить столь необычные мастер-классы Михаил Казиник, известный популяризатор музыки Это главный редактор «Эхо Москвы» Венедиктов Это звезды шоу-бизнеса, Басков, Николай Басков Который здесь, согласитесь, совсем по-другому себя уже раскрыл На страже самых важных научных, университетских, младежных и социально значимых событий Стоит новостная программа «Универньюз», которая ежедневно и круглосуточно выходит в прямом эфире Также в структуре медиахолдинга работает полноценное международное радио В 2016 году нам посчастливилось съездить в Германию У нас был обмен опытом Мы переняли такой опыт и сейчас мы вещаем в формате международной радиостанции Похоже, что все эти годы студенческий телеканал «Универ ТВ» времени зря не терял Здесь сформировалась большая команда из опытных технических профессионалов и молодых талантов Это широкая инфраструктура, позволяющая сверкать новыми идеями Пробуя сделать то, что когда-то казалось невозможным Аделя Шамилова, Владислав Пихневский, Роман Самарин, Универньюз